Здравствуйте, друзья! Это Алексей Коткин. Иногда молодежи, особенно школьникам и совсем маленьким детям, трудно объяснить, что такое заповедники, для чего они существуют и зачем. Главное, они. Если проводить какую-то аналогию с гаджетами и цифровыми устройствами, то можно привести следующий пример. Представьте, что вы делали какой-то очень долгий, длинный проект. Потратили на него 4,5 миллиона лет. Сделали что-то классное. Не знаю, это фотография, какой-нибудь фильм. Или вы просто делали какую-то компьютерную игру. Или вы программировали приложение для смартфона. У вас получилось замечательное приложение. Оно разошлось среди миллионов пользователей. И, в общем-то, все его активно используют и радуются. Оно приносит и вам радости, и всем остальным. Ну, вдруг происходит что-то такое, вирус, обрушение. И весь ваш труд многолетний идет крахом, потому что теряется. То там, то тут в итоге практически полностью уничтожается. Но, если у вас есть какая-то резервная копия на жестком диске, которая живет спокойненько дома, не подключена к другим устройствам, либо даже не облако, а такой хороший, конкретный, может быть, еще древний хард-диск, со всей информацией, то даже после обрушения всех возможных систем, вы спокойненько можете достать его из своего стола и восстановить всю информацию, которая была вами создана и подготовлена. Вот примерно таким же образом существуют и работают заповедники. Именно в этих местах сохранено максимальное количество информации о нашей природе, о тех типичных биогиоценозах, которые характерны, в данном случае, в Ленинградской области. И если вдруг, не дай бог, что-то произойдет, и какие-то территории пострадают, тот жесткий диск, где можно будет взять информацию, посмотреть, как это было, или восстановить все данные, он будет находиться именно в заповеднике. Именно поэтому в заповеднике охраняется государство, и там любая хозяйственная действия человека запрещена.